Добрый день! Мы начинаем очередную нашу передачу. У нас сегодня в гостях Николай Колоков, профессор, академик, доктор педагогических наук, полковник и директор Старо-Глашинской средней школы Надежда Ильинича-Шахина. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! У нас сегодня тема очень сложная, скажем вот так, высокая тема. Внедрение глобалистической науки в общей образовательной школе. Что это такое? Что за проект вы разработали, Николай Ильич? Спасибо! Ну, вкратце о себе. Я родился в селе Ново-Ильмова, Дрожановского района. У нас было 12 детей, трое умерли, 9 остался. Я самый старший. Закончил я Тюменское инженерно-командное училище среднее. Дальше военно-инженерная академия именно В.В. Куйбышева. После этого я защитил кандидатскую диссертацию, докторскую. Полковник в отставке, но я не академик. Я просто доктор педнаук, профессор Колоков Николай Ильич. Да? Ну, там где-то я прочитал это. Ну, это общественное. А, общественное. Все-таки есть. Да, это общественное. Все-таки есть. Вот. В настоящее время я подготовил научную школу. Два доктора наук и остальные 30 человек. Это кандидаты педагогических и психологических наук. Научная школа работает. Мы издали ряд научных работ в сфере глобалистики и глобалистической прогностики. В частности, я могу продемонстрировать глобалистическая прогностика, военно-прогностическая психолог-педагогическая наука. Здесь речь идет о, как военной психологии, как общей отрасль, общей психологии, общей педагогики. Но мы затрагиваем тему именно в военной сфере. И в результате обучаем прогнозирование на основе предвидений и на основе комплексного прогнозирования. Дальше мы разработали глобалистика, Россия и ее роль во взаимодействии, в взаимосвязи с мировыми цивилизациями в планетарном и космическом пространстве. Следующая работа – это коллективная работа «Глобалистическая прогностика, теория, методология и практика прогностического образования и науки в России». Тут здесь участвовали у нас доктора наук, это с университета имени Кикотя, МВД, и также другие доктора наук, которые служат в силовых структурах. И следующая – это последняя работа у меня «Глобалистика, развитие человечества в окружающем мире». Сегодня мы разрабатываем коллективный научный труд, монографию. Я его пока назвал, предварительно рабочий вариант – это «Глобалистика, концепции компетентностно-прогностической подготовки, педагогических и научных кадров высших школах в системе глобалистической науки в условиях многополярного мира». И здесь первый параграф у меня наушно обоснованно называется «Стратегия мирного освоения наземного воздушного космического пространства в условиях многополярного мира». И второй параграф идет – это «Мировые и российские базовые ценности». И разрабатываем наиболее важные ценности, как их оптимизировать, как их рационализировать, интегрировать, цифровизировать, а также рационально использовать в образовательном процессе – в школах, в вузах и так далее. У нас имеется журнал «Человеческий капитал». Главный редактор журнала – это кандидат военных наук, доцент Григорьев Сергей Михайлович. Журнал издается в Москве. Я являюсь здесь помощником Григорьева, то есть, что связано с замотделом по направлению педагогики. В частности, в журнале мы издаем наиболее важные аспекты – теоретические, практические, которые провели экспериментальную работу, в частности, в «Волгашах» в общеобразовательной школе. Ну и в ходе эксперимента мы подготовили на основании проведенных экспериментальной работы, подготовили прогностическое развитие детей и молодежи в системе глобалистической науки. Это коллективный труд. В частности, директор школы Шахина Надежда Кузьминовична здесь участвует. После проведенных экспериментальных работ мы провели научную конференцию на эту же тему. Здесь участвовали у нас две экспериментальные школы в селе Алгаши и одновременно, где я родился, в селе Ново-Ильмова Држановского района, где директор школы Мискин Владимир Александрович. Вот в свою науку, Николай Ильич, внедряются школы, вот это первые экспериментальные школы. А как дальше пойдет? И какая цель вот это внедрение в школы? Ну, во-первых, для того, чтобы внедрить дальше в систему высшего образования, мы должны показать на основе экспериментальной работы, насколько работает на общеобразовательных школах, а дальше в высших учебных заведениях. Вот, в частности, будучи профессором кафедры социально-гуманитарных наук, мы провели прогнозы в кафедре тактической подготовки. Это, в частности, рисунок возможной сценарии войны с Россией. Это было издано в 2012 году, развитие российского общества в условиях обеспечения безопасности страны. Эти прогнозы оправдались на сегодняшний день. Это до Майдана мы еще издавали эту работу. Само по себе теорию познания мы совершенствуем. В каком плане? Во-первых, мы рассматриваем картину мира во взаимодействии с картиной Вселенной. И начинаем с прошлого, с 14 миллиардов лет тому назад. Что произошло? Большой взрыв. Всем это известно. Но мы не знаем механизма происходения большого взрыва. Если мы знаем теорию обычного взрыва с использованием взрывчатых веществ, средств взрывания, то на каком удалении нам нужно отойти, на каком удалении осколки будут, какой объем воронки и так далее, в зависимости, что мы подрываем. Если мы знаем теорию ядерного взрыва, какие поражающие факторы и какие последствия могут быть, но мы, человечество на сегодняшний день, не знаем, как происходил вот этот механизм происходения большого взрыва. И в рамках этого я, логически рассуждая, зная, что сегодня происходит расширение Вселенной, и, исходя из этого, предполагая гипотезой, что существуют законы Вселенной. Первый, я обозначил этот закон в рамках гипотезы, это закон выработки, сохранения и выброса космической энергии. Дальше закон сжатия, раскола и разброса старой Солнечной системы и появления новых Солнечных систем в процессе расширения Вселенной. Вот, исходя из этого уже, мы дальше можем проектировать это стратегию освоения наземного воздушного космического пространства. То есть, как познать все вот это? Познание, первое, это на чувственном уровне, во времени, пространстве, в различных условиях деятельности. Здесь у нас работают пять органов чувств плюс интуиция. То есть, логика и предвидение будущих событий и явлений. Второе познание, самое сложное, это предвидение будущих событий и явлений на основе комплексного прогнозирования с учетом глобально влияющих факторов, условий и особенностей стран в планетарном и космическом пространстве. Вот, для того, чтобы это спрогнозировать, нам не только нужно на анализ на чувственном уровне, где анализ синтез, но нам нужно, кроме этого, знать законы исторической закономерности, прошлое, что было, в настоящее время и в будущем. Исходя из этого, на основе статистического материала, статистика, дальше уже используем математический аппарат, это кластерная анализа, факторная, регрессионная, регрессионная анализа, и моделирование на пять лет, что мы ожидаем в будущем, какие влияющие факторы на те или иные ли события. Ну, в частности, мы, Жаркова и Галина Алексеевна, спрогнозировали, что в Урьяновской области, как будет происходить рост или снижение преступности. Наши прогнозы оправдались на 85%. Вот, это проверено, это может, мы в Академии право это проверяли, используя всероссийские статистические материалы. Это самый сложный процесс, это не на уровне гадалки, и не на уровне, как бы... Ну, анализ. Да, здесь анализ, синтез, и должна взаимодействовать науки, естественные науки прежде всего, дальше социально-гуманитарные науки, и в том числе технической и военной науки. И вот на межнаучной и междисциплинарной основе происходит комплексное прогнозирование. Но здесь должен работать коллектив, тогда будет более надежный прогноз. Коллективное исследование. Вот, Николай Ильич, поговорим о школах. Как вы начали внедрять школы, вот то, что сказали, в Новом Ильмове и Старых Агашах? Что это, какая цель? Воспитание молодежи, патриотическое чувство, я скажу, да? Ну, здесь стратегические и тактические цели мы преследовали. Во-первых, мы должны учеников... То есть, единство рассматриваем в принцип, основной принцип, единство культуры, воспитания и образования. Исходя из этого, уже следующий принцип, единство обучения, воспитания и развития личности. Развитие личности творческой, многогранной и поликультурной личности. Вот основная моя задача. Исходя из этого, Надежда Кузьминичная, мы пообщались и решили, что когда-то я там заканчивал среднюю школу. Вот, исходя из этого, я немножко знаю обстановку, вот, социально-экономическую сферу. Вот, и дальше мы начали вырабатывать сценарии, как интегрированные уроки провести, как комплексное воспитание проводить. И вот начали разрабатывать, с чего мы начали. Если мы берем от уровня Балтийского моря нуля, то на каком уровне находится село. Дальше от меридиана Гринвича, на каком градусе находится наше село. И начинаем, исходя из этого, уже религиев местности, направление ветра, вот, самого географического морсположения, что там имеется, какие озера, реки и так далее, и так далее. Исходя из этого, мы наложили следующий этап, это социально-экономическая составляющая, историческая. Когда появилось село? Кто его обосновал? И дальше уже, как село развивается. И на основе всего этого уже, зная историю, географию, и начинается следующая уже биология, химия, физика, математика. Все комплексно. Комплексно, да. Тогда я хочу задать вопрос Надежде Кузьминичной. С чего вы начали? И что имеете пока? Ну, в первую очередь, еще раз добрый день, уважаемый Николай Ильич, Николай Николаевич. Хочется выразить слова благодарности нашему выпускнику школы Николаю Ильичу. Спасибо вам за то, что вы на базе нашей школы решили внедрить свой авторский проект по прогностическому исследованию, по комплексному прогностическому исследованию. И также спасибо педагогическому коллективу, учащимся школы за работу. Ну, под руководством Николая Ильича мы начали исследование проблем нашего села. Выявили проблемы, начали строить прогноз дальнейшего развития села. И с этой целью объявили конкурс, муниципальный конкурс «Мое село» через 5 лет, через 10 лет. Почему? Потому что из года в год идет тенденция уменьшения численности населения нашего села и, конечно, учеников школы. Вот в настоящее время обучаются в школе 76 школьников и 10 воспитанников дошкольной группы. А раньше 10 раз больше обучались детей. И вот это способствовало нам исследованию проблем развития села. Ну, что получилось, то получилось. Но самое главное, в процессе работы наши дети столкнулись с этими проблемами, научились прогнозировать будущее села. Анализировать сначала. Да, правильно сделать вывод, что только зная историю села, проблемы села, можно идти вперед и строить будущее. И это исследование села способствовало еще к участию этих детей же, его преобразований. Правильно. Так, вот это самое главное. Второй шаг, который реализовали мы, проект, это наблюдательный пост. Предложил Николай Николаевич этот сценарий. Николай Ильич. Ой, Николай Ильич, извиняюсь. Николай Ильич. Руководил этим проектом учитель астрономии и технологии Шахин Сергей Иванович. С обучающимися 11 класса они занимались на уроках астрономии во внеурочное время, изучением Солнечной системы. Углубленно изучали характеристики Солнца, планеты Земля и ее естественного спутника Луны. Итогом их работы стала подготовка презентации планеты Солнечной системы. Наблюдения поверхности Луны невооруженным глазом проводились. И итогом этого наблюдения нарисование Луны в разных ее фазах с собственными руками дети изготовили макет, модель Солнечной системы, включающая Солнце, планету Земля и ее спутника Луну. Но самое то, что привлекло детей, это изучение лунной поверхности. Интересно. Это первый космический объект стал для наблюдения. Ну, в первую очередь, это небесное тело находится близи от нас. И когда в свой взор обращаешь на небо, оно привлекает все-таки своей красотой. И для наблюдений они использовали школьный телескоп, который сохранился в 70-х годах прошлого столетия. Хорошо, что сохранили этот телескоп. Дальше они выбирали удобное время, вечернее время, ждали фазу полнолуния, чтобы проводить наблюдения. И свои наблюдения они записывали в своих дневниках, впечатления, сфотографировали даже поверхность Луны. И вот одна одиннадцатиклассница в своем дневнике написала «Вот эта луна, огромный небесный шар, украшенный кратерами и морями, величественно проплывал через окуляр телескопа». Это вот стоит проведение этих наблюдений. Ну и тем самым были сделаны первые шаги, как Николай Николаевич говорит, первые шаги в комплексном прогностическом исследовании в системе глобалистической науки. Как он ранее отмечал, именно вот это прогностическое комплексное исследование развития сел требует совершенствования школ в системе глобалистической науки. Вот мы этим и занимались. Следующий шаг — это проект «Мини-полигон». Руководил учитель ОБЖ Александрович. Ну, они тоже проводили теоретические занятия, тренировочные занятия. И итогом вот этого комплексного занятия на междисциплинарной основе были тренировочные занятия. На этих тренировочных занятиях они проходили полосу препятствий, оказывали первую помощь при ожогах, при отравлении угарным газом, вот как раз санитарно, медико-санитарную подготовку, тушили очаг пожара, научились правилам пользоваться средств индивидуальной защиты, это противогаз, ГП-5, дальше, ОЗК. Так, и они одевали правильно, научились правильно одевать и проходить вот этот участок радиационного заражения. Это уже часть солдатской службы. Часть солдатской службы, ну, это, конечно, способствует формированию чувства патриотизма. Огневая подготовка. Огневая подготовка, да, да, они как раз вот проводили стрельбу из пневматической винтовки. Я прошу прощения, здесь мы элементы инженерной разведки и элементы химической разведки включили, и тем самым вот эти комплексные специальные занятия на основе этого они выработали первичные навыки для того, чтобы быть готовы к обороне, к защите Родины. Вот в Старых Огаршах мы провели конференцию, я тоже участвую, поэтому говорю, мы конференцию вот, на связи у нас была школа Новоидмовская тоже, да? Да, Республики Татарстан. Татарстан, да. Ага, тогда вот, Николай Ильич, ваша наука объединяет все дисциплины. Интегрированно на межнаучной, междисциплинарной основе мы можем разрабатывать, какие существуют глобальные проблемы, выявить, какие глобальные противоречия и какие подходы, принципы, методы, формы, средства, технологии использовать, чтобы вот эти противоречия снять, чтобы эта проблема была ниже или меньше. Таким образом, здесь для того, чтобы, еще раз возвращаясь, для того, чтобы познать картину мира во взаимодействии картины Вселенной, должны участвовать в всей науке. Одна наука не в состоянии все это рассматривать. И вот в комплексе интегрированно межнаучной, междисциплинарной основе коллектив может разрабатывать глобальные проблемы и решать вот это, показать, какие подходы, принципы, методы, формы, средства, используя, можно снять вот это существующее противоречие. Для дальнейшей работы, на мой взгляд, вот то, что мы обозначили, сейчас вот, думаю, в конце года мы завершим вот эту работу, она еще раз назову, называется «Глобалистика. Концепция компетентно-прогностической подготовки педагогических и научных кадров в системе глобалистической науки в условиях многополярного мира». Вот здесь вот мы предусматриваем использовать часть работы, в частности, проведение тренингов в школе. То есть тренинги на уровне учащихся, на уровне общего образовательной программы, посмотреть, как мы должны мирно освоить наземное пространство, исходя из точки состояния, где они обоснованы, воздушное пространство и космическое пространство. Но для того, чтобы все это выполнить качественно и объемно, нам необходимо, во-первых, ну, например, наземные, там колодцы. Люди пьют из колодцев. Но кто сегодня может сказать качество воды? Баканализа, химанализа? Это питьевая вода или это техническая вода? А какой радиационный фон там? А для этого нужно нам использовать специальные аппаратуры. Реактивы надо использовать. И тогда мы химии, биологии сразу можем связать на практике в селе. И также посмотреть, а что можно для развития школ. Не только, допустим, землю использовать для подсадки картошки или помидоры. посмотреть, какие озера, что для школы там можно, какие рыбы можно там, вот, в состоянии вот этого озера, вот, на какой глубине, какая поверхность и внизу дно озера и так далее. То есть вот изучая, исследуя в комплексе, мы можем там уже рыболовство сделать. Или посадка плодоросные деревья, пчелы и так далее. То есть, таким образом школа должна развиваться. Это на уровне села и, что связано с стратегией наземного освоения села Старой Алгаши, допустим. Что касается воздушных пространств, у них есть квадрокоптеры. Его можно применять для того, чтобы через 10-15 лет трактористы уже не будут нужны. Все, операторы и трактора самостоятельно будут пахать земли. А вот это использование тракторопетров можно обеспечить охрану, во-первых, этих полей, какой климат, то есть погодные условия мы можем, метеоусловия прогнозировать, ну и фотографировать. А используя цифровые телескопы, мы можем уже на лунной поверхности предлагать оборудование, стационарные сооружения с автономным обеспечением водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, питания и так далее. И роботы современные, как будут не только дорожной карты уже наземной, воздушной, космической, но на лунной поверхности уже можно сделать дорожную карту из лунной пыли, как прокладывать дорогу, на фронтальную, роковую и так далее. Как я понял, нужно оборудование, приборы, современные оборудование и приборы. Телескопы цифровые с компьютерным обеспечением, современные цифровые микроскопы и необходимые для исследования качества воды, питания и так далее. Вот тогда школа будет развиваться, но привлекать нужно молодых ученых и одновременно молодых учителей. И спонсоров, я думаю. И спонсоров, надеюсь, нас услышит кто-нибудь богатый. Мы не можем все за свои деньги издавать, вот что. Что может военный писатель? Мы книги можем издавать. Да, книги еще вот. А телескоп не можем купить. Телескоп 400 тысяч минимум. Вот здесь, чтобы село не умирало, надо привлекать молодое поколение, чтобы там они оставались и работали на благо малой и великой Родины. Вот где патриотизм, профессионализм и профессиональная культура. Вот чем мы должны заниматься. Николай Иванович, Нарезанна Кудемична, очень жалко, что время у нас истекло. А разговоров у нас еще тем много. Я думаю, мы встретимся еще раз как-нибудь. Может, через год там, через полгода. Что сделано, мы расскажем. А сейчас мы заканчиваем передачу. Спасибо. До свидания. Передачу вел Николай Ларьвенов. Редактор субтитров А.Семкин